В этом году, во время подготовки к будущему отопительному сезону, в Самаре перекладывают трубы на 12 участках теплосетей. За ходом работ следят не только сами ресурсники и подрядчики, но и специалисты профильного департамента. Повышенное внимание теплотрассам, которые проходят рядом с социальной инфраструктурой. Например, на улице Старозагора, 159-Б, инженерные коммуникации расположены рядом с детским садом. Недалеко от теплосетей находится металлический ангар, который принадлежит Росгвардии. Чтобы продолжить ремонт на участке и не выбиваться из графика, необходимо было решить вопрос в кратчайший срок. Необходимо было согласовать, то есть было выдано предписание о том, чтобы нежилое строение снести, для того, чтобы продолжить работы по перекладке. Ну, договоренность достигнута. В принципе, сейчас подрядчиков ничего не держит. Сегодня все с утра обсудили. Если от объекта на Старозагора, 159-Б, запитаны дошкольные учреждения и всего 8 домов, то от надежности теплотрасс, например, на Ташкентской, зависит теплоснабжение сотен жилых строений. Этот участок теплотрассы в 15-м микрорайоне один из самых протяженных. Его длина больше километра. По словам подрядчика, объект почти полностью готов, но возникли затруднения с модернизацией из-за кабелей, нависших на теплотрассы. Как пояснил представитель профильной службы, вопрос должен решиться в течение одного-двух дней. Во время ремонта теплосети на Ташкентской, как и на остальных участках, используются современные материалы. Трубы кладутся в специальную пенополиуретановую изоляцию, внутри которой проходит система оперативного диспетчерского контроля. Она фиксирует порывы с точностью до одного-двух метров. Можно заранее предупредить и предотвратить, допустим, какую-то аварию. Потому что при утечке, при повреждении трубопровода идет утечка, и она вначале небольшая. Об этом сразу, может быть, сигнализирует данная система на диспетчерский пульт. И уже диспетчера в тепловых сетях видят, на каком участке произошло повреждение. Готовность участка на Ташкентской специалисты оценили в 90%. Подрядчик планирует пустить воду уже в середине августа и чуть позднее. К 1 сентября полностью восстановят благоустройство. Все остальные 12 объектов готовы на 70%. Сергей Кезуркин, Михаил Ермоленко, Василий Калдашов. События.